Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью телеканалу Евроньюз после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он прокомментировал отношения России с США и Евросоюзом, отметил, что ситуацию в Сирии необходимо решать мирным путем, заявив, что наземная операция США и других стран повлечет за собой полноценную длинную войну. Я испытываю осторожный оптимизм по поводу того, что удастся наладить сотрудничество по этому вопросу. А оно критически необходимо. Потому что если мы не объединимся по этой теме, то в Сирии будет бесконечная война, будут гибнуть люди, будет массированный поток беженцев в Европу, Европе придется решать свои крайне сложные задачи. Ну и самое главное, мы не сможем побороть терроризм, который является угрозой всей современной цивилизации. Дмитрий Медведев также прокомментировал воссоединение России с Крымом, заявив, что вопрос закрыт навсегда и не подлежит обсуждению. Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской территории. Там был проведен референдум. Мы изменили свою конституцию. Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации. Глава российского правительства ответил и на вопрос о санкциях против России, подчеркнув, что Россия не будет просить Запад отменить принятые санкции. По его словам, наша страна от этих мер не сильно пострадала, а ответственность за них несут страны Евросоюза и те государства, которые их поддержали, в частности США и Канада. Это же нам сказали, что вы нехорошие и мы вас будем наказывать. А потом посчитали и проследились, что оказывается это бьет по бизнесу. У нас был торговый оборот с Европейским Союзом. 450 миллиардов евро. 450 миллиардов евро. А сейчас 217. Но надо спросить у людей, которые продукцию в Евросоюзе для России производили, различную, которые на предприятиях работают. Им это нравится все? В своем интервью Дмитрий Медведев подчеркнул, цитата, не в наших интересах сохранять такую напряженность. Но если нам сначала сказали, что с нами не хотят общаться, то, конечно, первые шаги по восстановлению отношений должны предпринять те, кто их прервал. Конец цитаты.